Неплохо так дебютировал Шон Дайч в Эвертоне. 20-й тур Аппл получился тяжелым для топ-клубов. Сначала обновленный Челси не смог победить в дерби с Фулхэмом, 0-2 и точие 0. Теперь проиграл и вовсе лидер, хотя казалось, что именно Арсенал – самая стабильная команда в этом чемпионате. Что самое удивительное, Эвертон выиграл вполне по игре. Он был лучший и в первом тайме, который закончился без голов, и во втором. Судя по всему, новому тренеру удалось взбодрить команду. Шон Дайч пришел вместо Фрэнка Ломпарда и уже за один матч вытащил команду из зоны вылета. Хотя по итогам тура Эвертон еще вполне может туда вернуться. Тем не менее победа над Арсеналом – это что-то особенное. Команда Артеты в этом сезоне Аппл всего лишь второй раз уступила по ожидаемым голам. XG 0.88 vs 1.89 – до этого уступила лицу. На протяжении всего матча казалось, что Арсеналу чего-то не хватает. То Уайт обрежется, то Троссарт пробьет мимо, то Эдди Горни доберется на угловом. Из-под норвежца изобил Тарковски. Если в большинстве предыдущих матчей чувствовался кураж, то теперь его у Арсенала уже явно не было. Эвертон, поведя в счете на 60-м минуте, как мог тянул время. Отбрасывал мяч после фолов. Пикфорд получил желтую и задолгий ввод мяча в игру, но самый яркий эпизод случился на 95-м минуте. Мопис провоцировал Зинченко, и получилась заварушка стенка на стенку. В результате украинца успокаивали не только свои, но и защитник Эвертона, соотечественник, Миколенко. Забавно, что матч начался с не самого приятного баннера для Эвертона. На седьмой минуте встречи над Ливеркульским стадионом пролетел самолет. А к нему было привязано полотно с фразой «Лиаго Суор Струнч Луб». Тимми Тагабелл. То есть, худший по управлению клуб Лиги. Время уходить, Белл. Фанаты Эвертона каждый матч устраивают акции против руководства. Билл – это совладелец клуба Билл Кенрайт. Он вновь не появился на матче, судя по всему, вновь по соображениям безопасности. Что касается Арсенала, то теперь команда уже не кажется фаворитом на чемпионский титул. По крайней мере, не таким явным, как это было еще недавно. Если раньше преимущество Арсенала составляло 8 очков, то теперь уже только 5. Все ждут очного матча с Манчестер Сити, который состоится уже 15 февраля.